Это была неделя, когда команда Гвардиолу потерпела два поражения подряд, не забив ни одного мяча. Ну а нашу Dream Team помогали и мешали собирать. Футболисты Торино, снова проигравшие крупно и в сухую. Теперь 0-4 от Лечи. Эрлинг Холланд, забивший уже 7 мячей за три первых матча в Докмунде. Милан, прервавший победную сервис пяти матчей, как только в составе не оказалось и Брагимовича. Ансумана Фати, самый юный футболист в истории Ла Лиги, оформивший дубль. Бавария, вышедшая на чистое первое место в Бундеслиге. И только Роналду сделал очередной дубль, хоть и с пенальти, а и Мобили все равно ответил своим дублем. И разрыв бомбардистской гонки все еще 6 ничей. Начинаем, как всегда, с вратарей. И тут вернувшийся после тяжелейшей травмы Уголь-Льюрис. И сразу на матч Сити, который создавал моменты в течение всей игры. А француз тащил все, что мог. И даже пенальти взял. Ну а где Льюрис был бессилен, штанга помогла. С возвращением Угол. Переходим к защите. И здесь сразу новичок Дамьян Суарес из Хитафи. Его команда, победив Бильбао, поднялась уже на третье место в таблице. А Урагуаев забил гол и не дал на своем фланге ничего сделать. Ни Мунианину, ни Берчичи. Слева сыграет еще один представитель Ла Лиги. Хосе Гая из Валенсии. Он весь матч провел здорово как в обороне, так и в атаке. Да и прошлый поединок с Барсой тоже показал очень высокий уровень испанцев. Центр обороны. Здесь обязательно должен быть кто-то из пары спасителей бомбардиров своих команд. Антонио Рюдигер из Челси или Еремина из Эвертона. Но Колумбит сделал дубль за пару минут в матче с Уотфордом. И его команда еще и выиграла. Плюс в обороне он принес гораздо больше пользы, чем Антонио. Так что мы выбираем Еремину. В паре с ним ставим Леонардо Бануччи. Рядом с которым наконец-то раскрывается Деликт. Итальянец классно страхует голландца и дает себя проявить. Цемитируя при этом оборону, как в матче с Фиорентино. Где фиалки почти ничего не смогли создать у ворот Ченцина. Виной всему как раз Леонардо. Переходим к полузащите. Здесь снова сыграет человек из Баварии. На этот раз Тиаго Алькантара. Как же он классно начинает атаки. Посмотрите на первый гол Мюнкина. А как классно вторым темпом Тиаго подключается. Как в моменте с третьим голом команды, когда он сам отключился. Показательный матч Алькантары. А команда за половину первого тайма сделала игру с Майнцем. Рядом с Тиаго ставим опытнейшего Санти Касорло. Который за свою игру в этом сезоне в Виллереале уже получил вызов в сборную. А сама его команда борется за место в Еврокубках. Зимой к Виллереалу присоединился Паку Алькастер и забил в первом же матче. А Санти отдал голевую на победный гол в игре с Ассасуны. А потом еще и пенальти забил, установив окончательный счет. Переходим к атакующим полузащитникам. Слева у нас сыграет Хакан Чалханаглу. За три гола на неделю. Два из которых были важнейшими в кубковой победе над Торино. Когда он сравнял счет в компенсированное время. А в дополнительное вывел команду вперед. Турек обретает себя. Хотя с приходом Ибры там у всех появилась мотивация. Справа сыграет Роберт Снотграсс, который делает незаметным отсутствие Еремольника на поле и в заявке. Шотландец в последние матчи чуть ли не в одиночку создает всю остроту в атаке команды Моэса. С Брайтоном было особенно показательно. Один из стандартов Снотграсса закончился голом Диопа. И еще два гола забил сам шотландец. Один из мячей был особенно хорош. Первое в нападении выигравший на мой взгляд на этой неделе конкуренцию у дубля Роналду с пенальти. Дубля Холланда в ворота Юниона. Дубля Фати в ворота Леванта. И даже дубля Лукату в ворота Унионта. Чиро и Могин. Этот парень проводит космический сезон. По реализации моментов. На стыдности. На цельности на гол. Да и просто по статистике. До рекорда Игуаина осталось 11 мячей. И на это у него 17 матчей. Да при таком темпе кажется этот великий рекорд может пасть. Давайте болеть за это все вместе. С ним в паре сыграет Мохаммед Салах. Египтянин забил три гола на неделю. Отдал классную голевую на Окслейда в матче с Вестхэмом. Обогнал в списке бомбардиров Ливерпуля Тороса. И теперь всего на один мяч отстает от Суареса. Плюс Мо ворвался в гонку преследователей Джейми Варди. Всего три гола до звания лучшего Галеодора чемпионата. Расстановка в этот раз вышла 4-4-2. Классика. И здесь есть люди которые просто в огнище я бы сказал. Есть защитники которые снимут весь второй этаж и в обороне и в атаке. Есть бомбардиры которые бьют все рекорды. Есть испанская пара полузащитников. Которая превратит в высококлассное зрелище. Со своим владением мячом любой матч. Ну и на воротах возвращенец Юлиорис. Проведший на кураже матч с грандом европейского футбола. Тренером нашей сборной будет Жозе Мурини. Зато как он умеет побеждать в проигранных на бумаге матчах. В проигранных по ИКЖ матчах. В матчах где его команду осаждают моментами целую игру. Жозе все ни по чем. Он побеждает доверив выйти в старте новичку. И тот забивает гол. Потом выпускает на домбеле. И тот сразу отдает ассист. В общем португалец. Король по достижению результата в конкретном матче при минимуме ресурса. Ну а теперь традиционная рубрика от наших партнеров из MarathonBet. Лучшие матчи этой недели. АПЛ частично уходит на перерыв. Так что самое интересное в других лигах. В Германии в выходные нас ждут сразу несколько принципиальных поединков. Байер встретится с Барусей Дортмунд. А Бавария и СРБ поспорят за первое место в таблице. Во Франции Леон попробует прервать серию ПСЖ. В Италии состоится Миланское дерби. Ну а Федя Смолов постарается забить дебютный мяч в Ла Лиге в ворота сильной Сивилии. Подробные расклады на эти и другие матчи ищите на сайте наших партнеров в MarathonBet. Ну а у нас пятерка игроков на замену. И первый здесь гениально действующий в последнее время в создании голов для партнеров Роберто Фермино. Три ассиста с Аут Гентоном. Да еще и какие. Там и пасы пяткой, и контроль мяча крутой. И вывод Салаха на пустые. И очень удобный пас на второй темп Хендерсону. Да и в матче с Вест-Хэмом, когда Либерпуль заработал пенальти, именно Фермино сначала показал чудеса контроля мяча в штрафной. В общем, такой игрок точно нужен команде. Конечно же Эрлинг Холланд продемонстрировал теперь, что хорош и выходя в старте. Этот норвежец тратит меньше получаса на гол. Своим переходом он закрыл больную позицию для Доргмага. Дал им заработать на продаже Алькасара. Помог команде вновь влиться в чемпионскую гонку. В общем, это настоящая трансферная победа в Ацке и компании. Идем дальше. Ромело Лукако в отсутствие Лаутаро взял на себя роль лидера и забил оба мяча в поединке, где мяч не шел в ворота, а Удинеза опасно контратаковал. Важнейшие очки Интера в борьбе с Ювентусом. Ансу Мане Фати и его дубль в ворота Леванта. Пока Месси не мог реализовать свои шансы, юниор забил за 100 секунд два момента, которые ему создал Лео и принес победу каталонцам. Гризману вот бы теперь пример брать с Фати. Кстати, Ансу уже забил в Ла-Лиге этого сезона столько же, сколько Родриго, Венисиус и Львевич вместе взятые. А за них Риал отдал 150 миллионов евро. Ну и Антонио Рюдигер, который мог быть и в основе, но за свой героический дубль уж точно затужил быть как минимум на замене. Второй угол в ворота Лестера был особенно хорош. И это сюда еще не попали Лео Месси и его дубль из голевых передач, Франческо Капутто и его дубль в ворота Ромы, благодаря которому Сусоло за полчаса обеспечил себе победу в матче, Неймар и его 10 обводок с Монпелье и многие-многие другие. Пишите в комментариях, кто еще должен был попасть в нашу команду недели и голосуйте за лучшего из представленной пятерки игроков на замену. Ну и пока думайте, послушайте Сашу Зуравлева и его рассказ о самых горячих событиях последних дней. Всем привет! На неделе Антон Беранчук получил травму на предсезонном турнире, но к Евро должен вернуться. А Саня Зинченко заработал обидное удаление в матче с Тоттенхемом и Сити проиграл, но на третьем месте сразу несколько не очень приятных событий и стана ПСЖ. Клуб сейчас на ходу, Тухель поставил отличную игру, но лидеры парижан перед матчами плей-офф Лиги Чемпионов опять сами придумывают проблемы на ровном месте. Очень некрасиво повел себя Мбаппе, который после замены при счете 5-0 обиделся на тренера и не захотел с ним разговаривать. Ранее в том же матче с Монпелье Наймар повздорил с игроками соперников и начал над ними издеваться с помощью финтов. Судье даже пришлось успокаивать игрока и показать ему желтую карточку. Ну вот зачем он провоцирует? А опять ведь получит по ногам и пропустит важные матчи. Ну и с Эддинсоном Ковани тоже на неделе связана неприятная история. Футболист так никуда не перешел, хотя очень хотел подкинуть ПСЖ, в котором потерял место в основе. А Атлетика сделал французам несколько предложений и по заявлению президента Матрасников трансфер не смогли согласовать из-за требований брата-агента Ковани. Так что Эдинсон очень зол. В общем, даже когда в команде вроде бы все круто, они придумывают сами себе проблемы. За это минус один. Второе место. Кризис в Челси. Синий выиграли лишь один из пяти последних матчей в АПЛ. Как итог, отрыв от пятого места, на котором сейчас Тоттенхем составляет всего лишь 4 очка. И Челси серьезно рискует остаться без Лиди Чемпионов на следующий год. Плюс очень странно прошла трансферная кампания. Юристы клуба смогли обжаловать трансферный бан, аристократам разрешили регистрировать новичков, но лондонцы никого не купили, хотя Лэмпорт просил об усилении. Жеру так никуда не продали и поговаривают, игрок теперь взбешен. Ну а главный скандал сейчас происходит вокруг Тепы и Лэмпорда. Англичанин усадил Галтипера на банку после нескольких ошибок. И в последних двух играх на поле вышел 38-летний Вилли Кабальера. СМИ пишут, что Фрэнк недоволен процентом отраженных ударов Тепы, одним из худших в АПЛ, и вообще недолюбливает испанца. Поэтому просят руководство купить нового Галтипера. Некоторые источники даже написали, что Тепа больше не выйдет на поле до конца сезона. Это будет очень странно и, скорее всего, преувеличение. Посмотрим, чем все закончится. Минус 5. Ну и первое место. Настоящий ужас в Монако. Несколько недель назад я уже говорил о том, что очередное непонятное увольнение Жордима, учитывая, что команда тогда боролась за зону Еврокубков, выглядело странным. Особенно учитывая, что коуча сменил неопытный Роберт Морена. Но я и предположить не мог, что все будет настолько плохо. Монагаски проиграли 4 из 5 последних матчей во всех турнирах и опустились на 13 место в таблице. Морена экспериментирует с составом, то ставит в основу Фабригаса, то выпускает молодежь. В последней игре оставил на банке Головина, но результат тот же. Теперь Монако проиграл Мимус предпоследнего места, а еще за матч получили удаление сразу 2 игрока Монагасков. Причем Желсон Мартинш еще и толкнул судью, за что рискует получить дисквалификацию на полгода. Короче, в Монако все плохо, снова вряд ли будут Еврокубки, и очень жаль Саню Головина. Из-за наиглупейшего решения руководства у него снова частично потерянный сезон. Минус 10. И о хорошем. Бывший помощник клопа Желько Бувач стал спортивным директором московского Динамо. Это очень интересно, посмотрим, что получится. Но на третьем месте сенсация от Астон Виллы. Клуб в этом сезоне борется за выживание в АПЛ. Очень много проблем. Но на неделе бермингемцы вышли в финал Кубка Английской Лиги, обыграв сильный Лестер 2-1. Еще недавно представить этого не мог никто. Вилле вообще в турнире не очень повезло с жеребьевкой. В 1-8 попался сильный Вулберхэмптон, но его смогли пройти. В 1-4 игры с Ливерпулем наложились на клубный чемпионат мира. Так что команда Гриллиша без проблем прошла молодежку Мерсисайцев. И вот в полуфинале неожиданно обыграли Лестер Роджерса. После матча тысячи болельщиков Виллы выбежали на поле и обнимались друг с другом и с игроками. В финале ждет Майн-Сити Гвардиолы. Понятно, шансов немного, но Астон Вилла уже не раз удивляла. Так что посмотрим. В любом случае за выход в финал плюс 5. 2-ое место. Закрывшееся зимнее трансферное окно и конкретно покупки немецкой Герты. Вообще громких переходов было немного. Мой личный топ-5. Стивен Бергвейн в Тоттенхем, Ибрадимович в Милан, Холланд в Боруссию, Эриксон в Интер и Бруно Фернандеш в МЮ. Но больше всех денег за эту зиму неожиданно потратила немецкая Герта. Да, вы не ослышались. Клуб сейчас идет в середине таблицы Бундеслиги, но новый владелец команды, 42-летний бизнесмен Ларс Виндхорст, задался целью сделать из Герты новый топ-клуб. Поэтому уже пригласил тренировать Юргена Клинцмана, еще летом купил Доде Луки Батио, а теперь и вовсе приобрел четырех сильных игроков. Матеус Куньи пришел из РБ, Сантьяго Асказибар из Штутгарта, очень удивил приход Люки Тузара из Леона, за игроком охотились некоторые Гранды. Ну и самый громкий, это, конечно, трансфер за 27 миллионов евро Кшиштова Пентака из Милана. Вы могли представить себе подобное еще полгода назад, я точно нет. В общем, следим за Гертой и смотрим, получится ли у берлинцев стать топом. Пока авансом плюс 10. Ну и первое место, долгожданный переход Федора Смолова в европейский топ-чемпионат. Игрок уже давно говорил о том, что мечтает попробовать свои силы за границей, но каждый раз что-то не складывалось. И вот, наконец, на неделе агенты форварда смогли договориться об аренде в Сельту. Игрок даже пошел на 30-процентное уменьшение зарплаты. И испанской команде Федор явно нужен. Клуб борется за выживание и у него проблемы с атакой. Никто, кроме Яга Аспаса, не забил за сезон в чемпионате больше двух мячей. В общем, Федя должен играть в основе. Его выпустили уже в эти выходные, хотя он, видимо, провел всего лишь одну тренировку. То есть на него рассчитывают. Да и испанский чемпионат откровенно подходит Смолову. В общем, будем болеть за Смолову. Очень круто, когда наши игроки выходят из рамок комфорта. Феде плюс 10. Переходим к команде худших. На воротах на этой неделе точно не сыграет Лукаш Фабьянский, привезший с партнерами по обороне два глупейших гола в матче с Брайтоном. Первый с углового – это просто хитяра. Бедный Акбона. В защите на этой неделе не сыграет никто и старинный. Это и так понятно и уже даже неинтересно. Поэтому в этот раз возьмем сюда оборону Ромы, которая за 26 минут пропустила три мяча. Давида Сантона, крайнего защитника, даже заменили в конце первого тайма. Но матч спасти не удалось. Как итог – поражение и вылет из зоны Лиги Чемпионов. В фолузащите не сыграет опорник Тэмуэ Бакайоко и крайний полузащитник Желсон Мартинш из Монако, которые в середине первого тайма взяли и организовали два удаления за одну минуту. Тэмуэ очень грубо и без необходимости спалил в центре поля, а Желсон начал спорить, за что тоже получил красную карточку. Как итог – очередная глупая потеря очков. Ну и в атаке на неделе не сыграет Пьер Эмирик Абамиян, имевший три отличных момента в матче с Берли. Но в одном из них зачем-то упал, во втором принял странное решение перекинуть гол Кипра, находясь в упор с локарем, а в третьем моменте не попал по воротам с близкого расстояния. А ведь голов Габонца очень не хватает Арсенала. Выбирайте вот тут сверху, кто был хуже всех. На прошлой неделе выбрали лучшим игроком недели – Неймара. На этот раз претенденты на звание игрока недели совсем другие. Вот они. Ждем вашего вердикта. Не забывайте комментировать, ставить лайки и подписываться на канал. Васан Балан, Саша Равлев. А, да, и, кстати, ставьте колокольчик по-братски. Пока.